МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде можно будет увидеть во всей красе. Сейчас там идет завершающий этап реставрации. Над памятником архитектуры XIV века мастера трудились несколько лет. Кропотливо восстанавливали недостающие фрагменты и узоры стен здания. Как с этим храмом связан Андрей Рублев? И можно ли посетить собор уже сейчас? На месте побывала Анастасия Махина. Хранитель тайн, защитник народа и уникальный памятник. Белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде. Один из старейших храмов Подмосковья готовится предстать в своем первозданном виде. Этот памятник единственный из плеяды самых выдающихся памятников Раме Московского Зодчества, сохранившиеся полностью. Другие памятники этого круга, такие как Благовещенский собор Московского Кремля XVI-XV века или Церковь Христа Богородицы в Московском Кремле, предшествующие нашему собору, или Никольский собор Можайский, были либо разрушены, либо сохранились частично. Сейчас собор скрыт за лесами. Еще в 2009 году тут началась масштабная реставрация. Работа огромная и кропотливая. До этого момента кладка была разобрана, и нам удалось из подлинных деталей XIV века собрать достаточно большие фрагменты закомара. Это дало нам возможность недостающие элементы тоже достоверно реконструировать. Кладка выполнена в романской технике, то есть между камнями практически нет швов. Восстанавливают и утраченные элементы. Листья такие, да, здесь будет косичка, и на этом профиле тоже будут листья. Именно такой узор был на Капителях изначально. А это главное украшение собора и, можно сказать, символ Звенигорода. Резной пояс сохранился до наших дней с XIV века. На орнаменте спрятаны буквы греческого алфавита. Например, тут мы видим дельту, а выше — букву бету. Фрески на стенах собора вышли из-под кисти Андрея Рублева. По этому поводу среди специалистов идут споры. Но очевидно одно — это шедевр. В начале XX века тут обнаружили три иконы кисти Рублева. Апостол Павел, Архангел Михаил и Спас Вседержитель. Сейчас они хранятся в Третьяковской галерее. В соборе также находится один из списков чудотворной Киева братской иконы Божьей Матери. По преданию, она спасла город от захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Она была у одной женщины, хранилась в желании. И вот люди, женщины, закрыли ей полотенце, поставили на саночки и возили по всему городу. Как бы крестным ходом, проходя о защите города от нашествия врагов. Собор продолжает работать. Посмотреть на удивительный памятник приходят не только жители Москвы и области, но и гости из других регионов. Четыре года назад я попала в этот храм и почувствовала, насколько здесь много энергии. И в тот момент, в мой период жизни, мне это было необходимо. Действительно чувствуется эта намоленность. То есть вот до мурашек. Я вот сейчас с вами говорю, а вот внутри что-то вот теребится. Во всей красе Белокаменный собор предстанет в следующем году. Сейчас работы уже идут к своему завершению. Но в холодное время года их придется приостановить до весенней оттепели. Анастасия Махина, Виктор Денисов, Константин Берзов и Марьяна Пипанян. Вести.